Привет, мои хорошие! Пятый сезон завершился не так, как я когда-то себе представляла. Теперь Лайла Росси стала обладателем Камня Чудес Бабочки, и это было вполне предсказуемо. Лайла стала новой носительницей Камня Чудес Бабочки, и теперь ее будут знать под названием Хризалис. Напомню, что Хризалис в переводе с английского означает куколка, имеется в виду куколка Бабочки. Вероятно, это намек на то, что она еще не расправила свои крылья зла, и скорее всего ее имя затем поменяется с приходом новых сил. По сути, мы не знаем о Лайле вообще ничего, и все то, что мы о ней раньше слышали, все это оказалось лишь ложью. Параллельно у нее несколько личностей. Мы слышали пока только три из них, это Лайла, Сирис и Ирис Верди. Три дома и три мамы. Три браслета дружбы на руке, возможно, говорит о ее трех друзьях детства, про которых мы пока ничего не знаем. На столе в ее тайном убежище было три футляра с линзами, но мы пока видели ее только с двумя цветами глаз. Это светло-карие и зеленые. Заметили, как много совпадений, связанных с цифрой три? Лайла в следующих сезонах будет не одна злодействовать. Не забывайте о мадам Цуруге, которая явно собирается продолжить начатое Габриэлем. И завтра я продолжу заниматься его наследием. Леди Баг в финале решила раздать камни чудес своим друзьям. И мне кажется, это очередной глупый поступок, которым несомненно воспользуются Лайла и мадам Цуруге. Похищенный у Цуруге ноутбук содержал много информации о талисманах и бывших владельцах. Интересно, что именно могло бы быть в ноутбуке? Но прежде чем будем анализировать хранящиеся в нем файлы, задумайтесь о том, для чего вообще нужен был ноутбук слепой Цуруге. Как она могла им пользоваться, если она слепая? Тут ответ очевиден. Она тоже лгунья и не является слепой на самом деле. Это было видно и раньше, когда она разглядывала кольцо Альянса или тот момент, когда она пялилась на огромный монитор и докладывала о статистике Габриэлю. Зачем она вообще придумала легенду о своей слепоте? Так что темных лошадок в мультсериале уже минимум две и вполне вероятно, что они объединятся против команды супергероев. Я надеюсь, что смогла убедить вас о ложной слепоте Цуруге. Теперь перейдем к файлам таинственного ноутбука. Там точно есть частично зашифрованная книга заклинаний. Почему частично? Потому что мы так и не увидели дополнительные силы монарха, а именно Космо, Аква и другие скрытые силы. Если бы он мог, то обязательно ими воспользовался. Сможет ли Лайла самостоятельно расшифровать книгу? Я думаю, это вполне возможно, ведь она без труда смогла взломать явно защищенный ноутбук Цуруге, которая занимается технологиями и наверняка понимает в методах защиты данных. Лайлу показали прямо настоящим хакером. И это еще одно доказательство о том, что она очень умна и о том, что мы ее сильно недооцениваем. В ноутбуке была программа управления особняком Габриэля, а значит ноутбук содержал информацию, которая должна касаться только семьи Агрестов. Информация о бывших владельцах Камня Чудес, которые мы видели на мониторе у Натали, теперь также доступных резалис, а значит они будут первыми мишенями. Я думаю, глупо будет идти сразу напролом против команды супергероев. Лайла слишком для этого умна и будет действовать аккуратно и эффективно. Предполагаю, что она сможет завладеть почти всеми розданными талисманами один за другим. Затем она научится пользоваться скрытыми возможностями Камней Чудес и вот тогда-то мы и увидим истинные расправленные крылья зла. Мадам Цуруги наверняка будет обладателем талисмана, а может и нескольких одновременно. Я предполагаю, что у Лайлы есть тайный помощник из будущего и этим помощником может быть она сама. Иначе я не могу понять ее наглое появление в доме Агрестов прямо в тот момент, когда монарх лишился талисмана. Ухмылка на лице Лайлы прямым текстом говорит нам о том, что она знала, что увидит это прямо сейчас. Уверена, что она сразу нырнула за талисманом и не видела детрансформации или дебаг, но ее цель на тот момент была именно получение талисмана бабочки. Согласитесь, что это было бы глупым поступком заявиться в дом Агрестов. Ведь в тот самый момент, когда она открыла ворота особняка, монарх и леди баг еще сражались и закончиться могло не в пользу леди баг. Ее тайный помощник, возможно, и появился в финале перед Лайлой. Очень похоже на то, как появляется нора времени с синим свечением. Почему-то вспоминается теория о том, что у нее есть таинственный брат Алекс, с которым они были разлучены в детском доме, когда Лайле было 8 лет. Как думаете, в ноутбуке была информация о скрытых сен со стражей, рожденных с помощью талисмана павлина, которыми являются Кагами и Феликс, и скорее всего сам Эдриан? Если она узнает о них, значит и узнает о том, что ими можно управлять с помощью их колец. В общем, сценаристам явно есть чем нас удивить, и с уходом Габриэля мультсериал не перестанет нас радовать. Шестой сезон запланирован на лето 2024 года, и в этот раз они более тщательно следят за возможными утечками и информацию о грядущем сезоне хранят за семью замками. Видимо, в компании ЗАГ сменилась служба безопасности. Но так или иначе, утечек им не избежать, и мы наверняка узнаем больше информации уже в ближайшее время. А у меня на сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. До свидания, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok